это вот эксклюзивно в Керую вообще вот для вашего этого я обычно это не рассказываю что пишут пишут там уже писали все приехали в музей еще я вот это не показывал связаться в ВК просто находите ВКонтакте Артем Хочетран и пишите да а вот это вот так сказать тоже у меня было слабость в свое время в общем жить в музее наверное очень приятно я сейчас уже не живу переехал Пушкинские горы за 650 километров отсюда а приезжаю приезжаем каждого детей каникулы или что-то такое ну когда выступли я остался просто ярмарка была у меня просто остался так Пушкинские горы там какое-то экологически чистое место прямо потому что ну конечно экологически чистая отели там очень много этих отелей вообще-то как это местность эко-отелей так и называется конечно там далеко от эко-отель я ни разу не видел еще пока я только увидел что где-то в других странах или псевдо ну если например там какой может быть эко-отель с пластиковыми окнами ну да может быть там эко-отель если там химия стоит либо что-то такое если какая может быть эко-отель если чайник не стеклянный не ржавейкое стекло а там пластик поганый ну какой это может быть эко-отель а у них у всех что-то это есть я сколько путешествовал раньше по карелии лет я вообще по России только я за границу не люблю такой человек перефразируясь имея возможности не имея желания я вообще за границей не был ни разу ни разу не был и не хочу нет нет понятно что я могу куда угодно они мне все привозят как я говорю зачем английский язык пусть они учат английский но это я такой ладно там допустим ну а в по сути свою но вот я не знаю но мне как-то вот от этого ниже перевести на есть и когда надо есть кто переводишь или до нового ну ладно в общем вот я у меня такое отношение мне как просто это не нужно не то что я себя заставлю просто не я не понимаю ездит мотает все я а вот наша страна там столько всего есть посмотреть только интересно прекрасно я прям вот даже за всю жизнь пересмотать и поэтому путешествие по карелии там где-то вот архангельской области видишь столько интересного всего что вот по карелии я и очень люблю к сожалению последние годы мы вообще про очень мало либо вот а я очень жалею что я не вел такие вот типа ну сейчас этот перископ это ладно я уж не говорю а так даже не записывал то есть у меня у меня даже некоторые архивы пропали к сожалению странно на старом диске устанавливать бомбанулся на ноутбуке еще что то можно ставить а я бы сделал такие передачи хотел вот там 14 13 12 что было и там интересные что мы видели каких людей встречали какие события там истории да я думаю это было бы очень такой вот вызвал хороший резон но попробую я я сейчас свои последние в этом году мы были на женой на было на волами мы были да вот были это достаточно интересно это много чего посмотрели пообщались нам экскурсия не как у обычной было нам на машине по всем островам этим ну по только вот поверьте да 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 поездили и конечно сейчас я даже специально беру вот я уже заказал у меня уже куплен такой дрон квадрокоптер особый такой с камеры к 4 то есть уже фантом 4 но с специальным усиленной антенной который в россии такой нет когда она может 3-4 километра да 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 начали так вот будем снимать уже вот для зрителей наших так будет совсем здорово там вот перископа не прикоснулся фантом 4 уже на фарширование да 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 но это опять таки же потому что я сам в этом не особо но понимаю суть но он легко управляем поэтому я вот пошел на а какая вместимость у вас вообще отеля но она пока небольшая только один дом там корпус запущен пока но будет конечно больше то есть будет вот еще пять домиков построена они просто отделка там идет такие три на шесть но для двух либо трех человек нельзя там пара там кровать опять и еще на противоположность стран трудно там сделали будет еще наверно либо 3 либо 5 но там посмотрим вот так же здесь 10 еще как вы считаете для 25 человек когда допустим еще об этом может вместиться сейчас там есть хостел как бы где кровать ему лево и право женского мужская там 6 11 человек вместо и я не вспомнил бы а внизу по 6 раза 3 4 5 ну идеально по 5 конечно с нашим комфортом половины то есть еще 10 21 человек сейчас может будет еще плюс 25 ну вот по 50 человек нормальный у людей много очень запросов ну именно с европейской части россия где бы ну провести чистку на вот вот у меня уже проводили природа я думаю тоже может быть как-то по-настоящему в этом году я думаю надо просто предложить сделать такой заснимем что-то это может по skype там когда подумать вот выбор как предложение программу создать программу и на это дело пригласим вот допустим ну там уже после понятного год туда куда не потому что весной или вот у нас все это но тем более же еще это культурная программа может быть конечно информационные культуры развивали просто вот и течение организма врачей будут маков и наполнение поле и михайловская пригорская петровская идет навеянные пушкиным от по час так называть что места ты меня сильный что история от имена пушкина пушкина и естественно и до пушкина там и городище древние всякие интересные но и пушкин конечно же ганнибала вот деда его брать вот это вот петровская усадьбы когда с чего начинался потом уже пошло искать вот михайловская родовое имени пушкина друзья и мужские города всего вообще но это вообще-то пасе пасе взрослого типа как город вообще город это дано он небольшой понятно от москвы километров сколько шестьсот пятьдесят раньше вот как раз от петербурга если насмотреть долетать до куда нужно а до пскова есть там аэрозон от пскова сто километров до нас там автобусы либо там на машине такси там как угодно да нет ни она от москвы идут автобусы прям вот в принципе в пуш горы по средам один в какой-то вокзал не помню а так можно электрички поезда вот псков и оттуда постоянно идут автобусы в пуш горы или великие луки с заездом можно запланировать как-то на весну звуна приехать посмотреть ну как как мы могли бы там что-то у меня есть как раз ролик да вот кстати на самом деле вполне рабочий вариант у меня там делается очень большой зал так мы можем уже запустить там остальные уже домики я запустим конечно к этому времени то есть они уже нам в отделке стоят в отделке мы запустим может к нам угодно пять домиков и можно прям несколько там программ короткий а короткий конечно причем там вот в комплекс на его пользу да там тем более есть все речка великая но подумать ну да если делать голодание то некоторые там детоксикационные процедуры книги как и там те же клизмы ну да потому что это было но экологично и без урона для все у нас понятно у нас но система внутренней очистки доцептик мощный не стоит вот искать все равно да тут надо подумать вот с этим а так ну естественно все удобства нет ну там у нас не просто все но тролик смотрели когда ну то есть там действительно все экологичные люди чувствуют что они как сон там друг другой сон глубоких этом экранирование мы сделали экранирование от электромагнитных все там здорово рассказывать даже не берет захватывающим смотрела ваш поэтому такого нет а третий фантом ас ну да не 4 конечно вообще я изучила тему хороших я потом ну посмотрим может я потом еще какой-то там одной смысл есть но и ты так там пара возможности очень большие не прям может опускали или нет нет мы его взяли прямо непосредственно с производства да и там и там к нему я алюминиевый огромный кейс который там там только по китаю доставка 1000 рублей но на рублей это дорого англии то что он тяжелый мощный по алюминиевый кейс для него что переноска там я хочу чтобы взять так вот прям что 8 мы красиво дешевле по россии ну машину положил конечно и как бы да вытащил совершенно поломать ничего не дай бог там все эти рюкзаки ну как-то это я не люблю три зарядки дополнительно к нему три блок аккумуляторных то есть а ну про фантом я тоже думал взять нам нечего снимать да это на душе или я ну про поняли городе сейчас 1 отель конечно как меняется все это я буду снимать с воздуха пишет важно за ну и так вот для путешествия для приюта и классная штука то есть для цели классом потому что когда на букинге смотришь отели изнутри и отели сверху разная вещь я просто друзья не тут тоже букинги есть кстати я просто друзья с иркутска и сам с ангарска вообще родом иркутской области у друзья с иркутска были на таиланде здоровом 4 да вот они они путешествовали по пляжу там снимали к ним подбегает владелец отеля я пишу на букинге что меня от отеля до моря там 100 метров но показать кто мне не верит снимите я вам дам на две-три ночи бесплатно поснимали сверху пофотами он реально букинге выложен я смотрел что там реально 100 метров как фотографии воды пляжа гор сверху это потрясающе это не так 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 что он уже стабилизатор это настолько идеального гироскоп их там помчить не треста ничего он как стоит да я не опробовал мне ребят он сколько стоит он сколько стоит короче вот сейчас нет я скажу с двумя аккумуляторами с зарядкой и так далее ска набор брать нормальный ну вот официалы а вот уже снизили цену там но правда сейчас курс доллар по поэтому буду увеличить ночью где-то 125 128 тысяч там примерно с двумя аккумулятор с удара живу у нас естественно сейчас у нас да у нас примерно 130 140 я его сейчас буду с ним вот когда получим сделаем обзор я там это я может потом сделают по нему видео и вот даже подумаю предложу как вот люди могут используешь сравниваете сразу много рождается и вот как бы да у меня же идея была его тоже продавать настолько им загорелся почему нет ну как бы связи есть от лучше все техника много конечно и как бы вот ну может быть посмотрим но зимой ездили на байкал с другом и там был ветер сильнейший ну секунд наверно 17 20 порыв сумасшедшим открыт в воле байкале вот он запускал как бы него даже сносило ветром но качество съемки было великолепно как будто ветра не было вообще а третий или четвертый 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 спрашивает сколько стоит отдохнуть в отеле ну вот если по люксы на первом этаже а это как бы такой дом входишь тамбур крыльцо тамбур с тамбура идет три двери но это котельная по центру маленькая а справа слева на левую половину и правую ну понятно так вот что мы там ходим видим видим ну вообще ролик у меня в блоге и фролов точка рум мой задали посмотрите шикарный ролик и там есть у отеля видео но я как бы кадры показываю и комментирую так вот большая 25 примерно 30 метров кухня гостиная мебель вся сделана на моем производстве деревянные натуральные значит кухня вода осмос есть пожалуйста есть отдельный краник осмос все это сказать мебель любая но все два санузла 2 то что я всегда в гостинице когда меня тоже бесит один узел ну да как то там в общем два санузла в одном чугунная ванна то есть даже не душевая кабина прям чугунная немецкая высококачественная бронзовые сместители все вот прям вот люкс-класс и 2 2 комнаты спальни все тоже мебель наша все стекла деревянные окна двойной тайну остекление там все и хорошие мебели в этих номерах есть даже мебель который больше двухсот лет даже есть такая то есть вот новые то есть или наши производства или вот антикварные хорошие дата к нам усадьбы было это это стоит 7500 в сутки всего лишь там 60 квадратных нет 65 где-то более чем это просто квартира что нужно нам ну как бы один даже приехал он клиент на такой на очень хороший боли я так скажу очень он так взялся за голуби сколько он знает я вот так вот примерно ну есть мансарда мансарды как там хостел входим кухня два санузла левая и правая половина там стоит кровати просто как говорят койкину грубо но это извините меня когда это там матрасы вот у меня матрасы это 22 24 сантиметра кокосовое волокно натуральное это ткани натуральные это отделка все дерево и пропитанные вот заром пропитка это льняное масло с травами и вот это вот сделано да ну там полторы тысячи в сутки пока всего лишь ну там постирать только все это и сделаем цепи то есть нам даже не выгодно на ну ну мы или поднимем цену ну конечно выгодно кто приезжает там например там не на 5 6 7 там когда ты приезжайте а черт пушкинских игрок меньше делать там надо приехать попасть и все посмотреть да 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 там надо хотя бы четыре дня но это так надо прям вот побежали интенсивно да но кто приедет туда раз он приезжает всегда там природа завораживает на безумно красивая вот то что энергетика она и природная и пушкина то что пронизано все его ведь люди там игра говорят нарабатывали что ездили сто лет больше ста лет вот мыслями с этими так сказать в унисон то есть ну там такой создан мощные сильные игры но и люди подтягиваются очень интересные там разные есть у нас там так что вот я говорю это место конечно особо как многие считают поджихимов что тут начнется такое зарождение россии в общем-то культурные и духовные от владивостока до отеля двенадцать тысяч километров но знаете как есть такие места вот есть же люди которые с владивостока например летят куда-нибудь там за границу на раппы там из-за рунки в сша или куда-то еще я кажется понимаю но если вы летали куда-нибудь там посмотреть каньон какой-то американский великий каньон но вы ни разу не были своей жизни вот но как сказать на таком историческое может вроде не в россии на пушкина устроена пушкина на один в мире такой это все таки ну как туда едут со всех стран мира и японцы лидли прилетают специально михайловская тригорс ну и как что можно сказать поэтому ну да ну значит вот хотя бы раз жизни надо побывать и в пушкинских горах но псковская да у нас прям там от тригорского тела пешком пройти то есть вот это вот тригорска это музей усадьба друзей пушкина вульфов вот она находится ну там на любом велосипеде проекта нас будут на прокат велосипеды там чтобы с собой ничем таскать то есть для удобства у нас даже электромашины будут такие вот как бы я туда перерезал один электро вездеход у меня тут стоит это электро вездехода это полярис фирма американская он делан для ну тоже только для внутреннего рынка сша электрового электро вездеходы полярис не продаются у нас стране и ни один этот я почему-то говорю ну как может быть человек который работает в салоне полярис блин там сегодня там 10 моделей как он может не знать что полярис производят я я знаю да а он профессионал работ ладно не там сто тысяч наименование у него там ни хрена нет и он не знает я вот это поражает а никто не знает знаешь как вы в кораллы клуб никто из менеджер придурка ничего не знает чтобы они только коды могут и вот это какой-то ну я просто атрофей мозга вот так и это то о чем мы поговорили в начале ну вот также на еда там уже покупается и вас готовить но вот мы будем форма сейчас делаем у нас да будет мы будем делать специальную еду пока вы не делали покупаем там да конечно можно с собой привезти у нас заказать заранее мы привезем просто рассказывали вас можно заказать у нас можно заказать за то есть хорошие значит кто курят извините не к нам значит кто алкоголь у нас давай фай нет но зато есть проводной интернет я понимаю нужен да интернет будете ноутбуки ноутбуки либо да ну хотя бы да и вот проводной интернет там везде по под столом на кухне где телевизор на кухне там большой телевизор светодиодный самые тонкие хорошие качественные на и в каждой комнате по источнику розетки также будет гостевых домиках тоже будет все прям одним блоком там это все у телевизора я понимаю телевизор нужен пожалуйста не вопрос значит у нас там 300 каналов все что хотите значит вот примерно так но все проводное все что было в ряда ника и все экранирован изолирован то есть например с трех сторон спальнях там даже проводов не проходит стенах на сон совершенно другой то есть вот люди оценивают глубокий оздоравливающий сон такой особый только для сектантов не только мясо не даже только секта все никакого нет но я не не только строить конечно понятно хотите вот даже если летом какие-нибудь сделать там плов себе ну там я условно мы дадим казан у нас чем-то из казан и все есть очень сильно наверное на углях да пожалуйста есть мангалы все что хотите то есть это как бы ну да ну просто ну уж можно помучаться и хотя бы три-четыре дня не пожирать труп на трупах животных труп очинки но и тем более если человек хочет еще приятность полезным и оздоровиться хотя бы как-то и душой и телом ну давайте там три-четыре или сколько дней без мяса да возможно когда мы сделаем там еще и очистительную программу не понадобится не понадобится еда вообще приборы по воде там получается в этом на селе есть экскурсоводов там не просто экскурса там уникальные люди скорее там же есть конечно испокон веков до которые можно взять в музее в любой момент взял и поехал и поехал пропуск описывается прямо на машине въехал музей ну там на площадку конечно и там уже пешком но у нас там есть знакомый на кордоне на одном там живет про просто крылет равных которому он могут у него книг штук шесть написано своих то есть он там досконально вот вот с ним индивидуальный экскурсия девушка дорогие достаточно как пять тысяч день но это все таки можно получил люди приезжают специально вот есть которые они там по три-четыре дня с ним потому что там он злой в округе также не только сами пушкинский городище вели древние такое очень интересный грамм 30 метров такие курган вокруг круги растут по кругу такие там есть белогули озеро очень интересное там ну да если в изборске есть ну там девяносто чем километров как изборск где вот этот изборский клуб там где вы ключи вот эти уникальные бьют там там а рядом печоры 12 километров ну колюши в пить и туда так и туда нематильные пещеры это то есть такой экскурсии программу можно сделать на просто вообще это рюриково городище вот это крест там вот это троров то что мы же места да очень мощный так что в общем друзья собираемся к лету ну или к весне к лету кому не втерпёшь можно и сейчас а к лету на чистку к лету прекрасное экологичное место недалеко от москвы как многим необходимо как многим от питера так просто реально там 200 чем-то километров то есть ну там может 200 не помню чем совсем ерунда какая поедем погуляем поголодаем почистимся восстановимся и продлим молодость и жизнь да и получим конечно вот такой духовный багаж большой вот это очень и духовный и физиологический там домики не понял будет прямо на троих то есть можно семей туда отдельно за на деле дом для себя веранда вообще там столика на веранде то есть такой большой очень уютно очень очень точно из семей закрылся никого рядом нет да и даже и прямо напротив большое окно вот и спальня она выходить прямо будет на пруд то есть ваш карла а там вот карпе куэй плавать а там бани на вас и бани у меня там и рублены и осина из-за осинового большого греха рубли да да и есть и баня бочка это вообще отдельный мне себе выпуск про баню бочку можно блоге меня посмотреть так что на любой вкус да мы все готовимся готов конечно это так сказать там я же будет весна когда все распустится вот красота ну а мы будем мы завезли еще огромный колен еще завезем даже весной сейчас уже там какие большие деньги мы купили много растений из германии голландии через белоруссию через брест и мы таскаешься точно дешевле и там и с и квоем это с и квоем то есть даже да я уж не говорю про разные там и прочее да я уже он сажал до отъезда сюда два дня под ледяным этим дождем мы там с женщинами помощницами там очень много посажен у меня как питомник там то есть и и много чего еще посадим так что на те альпийские горки с этими с ценами разными хвойниками или редкими там разными да вот растяну там гибелоп понятно так сейчас тепло будет и распустится все да там есть что посмотреть и даже у меня вот как экскурсию тоже так сказать ну естественно кто приедет будет и экскурсия то есть такая программа как часть программы я вообще уже там проводил несколько занятий по органическому земледели очень интересно очень кстати милова на пассиве тоже коса к нам приезжал я вот тоже вспоминаю действительно брат его ну там больше интересуется но я точно не приезжал вот знаете по органическому раз по эко строительству то есть по это я провожу лексика приезжаю тоже мы там на два полных дня нос на три получается на 2 пол и вот я там но обратная программа вот сейчас я тоже буду с весны проводить то есть можно вообще совместить если при и как раз посетить например могу приурочить с лекции вот например какой-то по органическому земли по это строить а может быть даже кто намного из от недели на две допустим будет все в мероприятии то можно оба посетить будет успеть это посетить но у меня там просто я буду проводить сам лично но так и можно с программой совместить то есть там можно играть и по анатомии физиологии ну то есть можно не а ну я уже берет еще время это она зименская уже проводил у меня почти голодание приезжал приезжают пациенты и вот ну тогда еще только вот это были лекции и курсы голодания все то есть вот ну а сейчас тем более как домика будет больше и все так сказать вот возможности связи еще огромный зал ну как бы на замактовые лекционы там и лекции то что нужно то что ну то есть там можно нужно вот сейчас вот он делал так что вот можете задать какой-нибудь вопрос каверзный каверзный да чтобы дискутирует в контакте только недавно добавили нет контактная группа моей поклонники вели там в одной уже там 19000 человек в одной группе в другой сколько не помню там я изначально только блог был а потом youtube youtube и сейчас уже вот по 19000 быстро набирает оборотов но у меня в разных ресурс сейчас еще фейк звук мой сделает в контакте видимости потому что сегодня утром мне друзья в контакте добавился юрий фролов вот ваша страница как это так произошло я не добавлялся не знаю там я вам покажу вашу страницу в контакте алексей как фамилия алексей алексей он мне писал все все он и добавился но я понял да да ну кая все я понял ну конечно добавился понятно я сам не добавляю вас там почти 1000 подписчиков но 10 друзей то есть для подписчиков на вконтакте у вас вашей странице я вам расскажу про вашу страницу не в одной я знаю 18 в другой группе 3 а именно страница вот есть моя страница я вконтакте а я не умею а есть ваши страница да я отвечать умею я в ютубе я уже в блоге отвечаю давно неделю не отвечал но буду дальше а и и в этом ю тубе под роликами я отвечаю постоянно их просматриваю как бы анализирую что там пишут и вот там я да всем отвечаю подписывайтесь на мой канал в ю тубе потому что много видео выходит очень полезно причем на много тем там ведь органической земледелии тоже человечество строительство с удовольствием горы чисто мы интересные технологии то есть у меня очень много там плейлистов так называемых надо кого-нибудь разобрать и что-нибудь развалин интересно а цицулин он же просто по сути читаем ученые статьи на он где-то накапался он видим учился медицинском институте не закончил да но это не важно учился по крайней мере вот он учился в медицинском институте я так думаю я так думаю что такое креативное мышление умеет он как-то ролики сам он или кто-то ему так делает а грамотно вот так вот все это их продвигать что у быстро набирается и говорит на такими рывками то есть он я так понимаю суфлёра но это мне потом рассказали он суфлёр когда там хороший текст он таких маленькими отрывочками чтобы это так менялись кадры такая замануха для тех кто привык телевидение смотря на и он вот этим берет осечен и плюс вещи те что он говорит якобы такие приятные слышать ну мол здесь такое настоящее научное обоснование сосиски нас нравится ну ну когда доберутся у меня руки до него то и я тогда потому что ну вот после этого не допустим никто аргумент я я им всем кидают психологу это они молчат они ничего возразить они ничего не могут ну не могут они у нас возразят то это или я не знаю это засмеют разумные люди кто не смотрел посмотрите про последний когда я вот это вот значит там медик профессора это значит психиатр биолог и этот разбор такой последний потому что я так понимаю что брать у него вообще никакой не ну да но он пошел в он же пошел в индустрию вот эту таскать добавок продажи для культуристов сам что-то качался но он не удалось не удалось но это он там сам критично надо дать должный гдану я вот ну никак то сказать там сидят вот такие рядом с ним качки которые вот таких пять раз шире ну кто-то там к нему из этой среды относится очень там положительно кто-то так сказать вот привел такую тоже аналитику знаю ситуации изнутри что просмотрев понимаешь что ну вот наверно да то есть правильно что тот говорит наверно что мы не можем точно знать но так похоже ну это какая разница важно же не это что под закулисные все дела что человек говорит а говорит он оправдывает он считает вот кто такой сусне просто не интересует кто его профессор кэмпбелл да и кто такой сусулин блин я не знаю это даже сравнить вообще возможно то есть остопоположник там я не знаю анализа и введение в медицину в биохимию там действие там из-за там афлотоксина всяких там но это это направление целый вел человек и его институты по под ним там сотни врачей которые и биохимиков которые так сказать там за 50 лет работы блин и тут цицулин говорит что это кто такой что он там все за уши притянул то есть причем он пытается это для кого-то это покажется аргументированно но это вот на уровне сам дурак на самом деле просто надо правильно людям объяснить как я объясняю остальные эти вещи ну вот я как-нибудь доберусь потому что он там замазал кое-чем того же мелованов что он сектант там что-то такое но он умело это сделал я скажу он просто выбрал те смешные ведь мелованов стиль подачи определенный вот такой вот и вырвалась контекста пользуясь от выставят самые такие смешные ведь можно же несколько смешных видов ну а этот вот я его раньше называл ёжик в том числе ну а этот вот я его раньше называл ёжик в тумане потому что он когда очечки надел сейчас их видим по моему снял если не ошибаюсь но был очень смешно и особенно такой скажешь такой стрижка у него так вверх они и такой такой вот невинный такой же такие вещи гайты в камне же к в тумане но я без всякой злобы просто мне стало смешно и я вот как так его а тут он такие агрессивных пять подряд или четыре там про сыроеден да и я меня ну как-то заделал но я посмотрю я у него очень много набрала канал знаете когда когда у вас приглашала не гораздо больше там 170 а рывок у него с качественной произошел там два раза или в три когда его пригласил гублин да да он его пригласил он там разоблачал якобы как дальше что это все глупость мясо человеческой пищи и прочее ты как надо есть то есть как и как диетологи в общей фразы сказал там он пытается он там употребляет термины разных гормонов ферментов так сказать это людям поэтому его думаю человек знает что такие дела но я посмотрел ну не полностью потому что полностью слишком долго я тоже не по я не осилил просто мне как бы но время не было но я когда соберусь мне пресса день потратить целый день один для меня это и вот не приятно это сделал никто что обещал мне блин вы знали какая какая у меня загрузка у меня такая загружка я уж не говоря но я обязательно сделаю я сейчас хочу то что покороче а тоже прикольно будет вот про этих всех кого мне там написали быстрее буду обработать да 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 не потом там как бы а сколько человек сейчас был полторы пищи но это когда у сергея выделю этого да 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 сейчас всего 365 сервис просил по чем-то хитрости полторы тысячи надо не узнать как у нас начать на не золочусь он но сделал сейчас просто мы не не обсуждаем какую-то животрепещущую за да 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 болтовня поэтому не так много людей если была бы как конкретная какая-то такая тема то естественно людей было надо но вот интересная интересует тема как набрать вес девушки скажите мнение please я даю универсальный способ скажу берете глазёрный овес проращиваете в блэнд разбивается состояние сметаны и идите сколько влезает три раз в день и качаетесь качаетесь в смысле занимаетесь физической работой и у меня даже с паразитами в кишечнике люди были которые теряли я хоть умру на строение не сайду будет местом жалко им объяснил парня и он говорит впервые за два года он набрал там за месяц два килограмма уходил ну и блин какая пши а я ем пшеницу пророски или гречку дать фигня ничего с ней не не буду голая овес вон и как лошади что там с ними происходит а без овса не ними чтобы вы не кормили вот именно глазёрный овес там кэш пищеварение чуть-чуть разное я понимаю но эффективность глазёрного овса на поразитель почему-то овсяной кашу это одна десятая процента от того что можно на чистом глазёрного все таскать получение маму масса если что качаться ты хоть и вот как вы его не будешь ходить в миксере да ну там есть технологии вообще технология у меня есть такой мининф продукт номер один мини из раздела есть инфа правда изменим продукт мини про то номер один там три момента вот глазёрный овес проросторопшу как гепатит c даже можно вылечить заграничение и третье как правильно проращивать заразу не подцепить семена да там марганцовки обработка ну как и вот французский врач такой один был он ну как он доктором или двести назад это было тогда действительно в европе жили мало правда там 30-40 лет они у нас там если также гигиена прочь болезненно а он 120 лет прожил доктором вот так сказать такой рецепт он и постоянно ел такую вот но тогда в ступке расставим это сейчас можно понятно блендере но в ступке антолог вот пример ну я там эту методику применимо к современному у меня вырубилась ладно к современному вот возможностям человек и я просто адаптировал и вот я там и такую методику даю ну грубо гайта блэндере взбиваете если грубо там просто вот до еды там потому что это то есть как есть место там так расписано но как бы рассказать план до планы виде каши или виде но в виде такого густой сметаны такой такой не то что не компонент а если к этому прибавить там спирулину там да вот хорошую живу спирулина по чайной ложке 3 раз в день там в еду тот же фукус фукус это это минералы все то есть вот мы вообще из еды но уже это надо очень сложно фуку за самый простой у меня да мне как раз на трансляции но в понедельник я проводил ну а я же проводил про рыбу морепродукты и все что в воде на самом на маму можем поставлять и нужно я думаю поставлять да да мы да обязательно вот и спрашивали как относитесь там к водорослям и так далее но я сказал что лично для себя я водоросли только в одном виде виде фукуса желе вот этому это это там сказать четыре производителя есть в россии но только один и в мире соответственно только один который вот именно вот это вот вакуумные c2 экстракции на более сложный процесс на самом деле когда мы видим что салют на живом виде в коллоидной форме до этой он и водорастворимой форме минералы живые остается в органической форме и вот больше никто этого не спустит фокус это не значит нас вот купил где пошел нет это только доктор наук сова вот он смог изобрести но у меня есть видеоролик в блоге и в канале дуба но кто хочет в блоге просто поиск в правый угол там бить фокус лупу нажать раз там появляется фокус разных у меня четыре ролика или даже больше и один из них вот с лаборатории с наукой града пущен мы и вот мы наш вот этот фокус вот но только он единственный обладает вот этими чудесными действительно свойствах очень многие люди описывали там после приема там месячного кто-то были случаи когда два дня вот одна женщина 87 лет маме она и операцию сделали положили умирать она уже не ела не пила ну все она и она и дочь насильно ты как-то кормила фокусом через два дня она встает через неделю сама си еду готовила волды и это был вот реальный случай который сама женщина блок мне написал в раздел левая колонка в моем блоге левая колоночка раздел выразить благодарность можете любой кто хочет читать и такие письма мне приходит не все пишут да я даже могу рассказать свою историю свою ситуацию когда но я же потому что морепродукты то не употребляю 12 13 лет ну может быть дефицит йода как так или иначе и у меня были кисты на щитовидной железе то есть но мы как раз купили аппарат узи там игру отдавайте мне сделаем щитовидной я сам не делаю все и посмотрели но кисты по идее там назначают всякие сразу же там йодомарины там и так далее так далее там месяцами годами так и все и гормоны могут потом даже гормоны назначаются я понятно фук а как раз поехал дарит вам да да быстро посмотрю фукус надо я как раз слышал изучал эту тему и вот так сложились события что вот он попался как раз у вас взял пару баночек буквально там за месяц их одну она была вкусная 0 и я съел врагу а вторая была отвратительная вообще в этой кисты коррекции чистый дали его не смог съесть но в итоге я съел полторы банки и через несколько месяцев мне делают уже сказали почти все кисты рассосались вот вообще дорогие друзья бывает такое и это реально вот что называется чудо но тут просто потом как у него просто на свет кенса там сыроед и молодой организм дать чищусь постоянно да да и при этих моментах просто вот у всех такого чуда не будет но это бывает бывает что может и будет но два месяца ты вот не просто так в великобритании вели должность нового государственного чиновника который следит за закупкой вот не фокуса вот этого фокуса для клиник великобритании по болезням желудочно-кишечный тракт все давно вот это вот уже что то говорить то есть это уже вот ну и вот тут так вот так что там кстати пишет что красненько это присоединился новую часть а вот она сама закупать его в лечении у вас будут результаты просто побочные будет эффектов масса выход из голода мне кажется прям буквально давайте сейчас придем просто как бы на выход из голода сделать пищевой ценность вот даже в этой банке вот вот в этой банке например на 100 грамм и суточные дозы йода данные но энергетическое 10 килокалорий ну ё-моё этого виновен до 0 возможно вылечить леченый лейкоз и как леченые то как леченые защитима химию прошел человек по полной программе не один раз ну в принципе можно пока вы живы вообще человек может все ну только конечно с той или иной степени вероятности но если знаете как если вот одной панацией панацией бывает редко вот панацея есть но это системный комплексный подход когда мы максимально можем учесть количество факторов которые влияют положительно отрицательного брали криколик не добавить да и тогда вот то есть вот я для консультации провожу там я например ну от индивидуальных нюансов возможности к человеку даже там понятно имею вас другой нет тогда мы лучше или чуть-чуть вот ниже или чуть-чуть медленнее то что при этаже считать это не может три раза день это очень хорошо а можно два ну вот цена будет разница веселка вот еще дороже а то что делают эти грибы а в комплексе с фокусом в комплексе там с пихтом экстракта споры там и так далее и так далее с процедурами очищения это получается что иногда человек вот за месяц онкобольного меняется формула крови настолько что то сказать ну обычно со второго месяца бывает что и конец первого вот там просто начинают т-лимфоцит в огромное количество синтезируется и на них очень много перфорина ферменты вырабатывается именно по с конца первого месяца начала второго когда мобилизуется иммунная система то есть тут тебе интралекин 2 и фактор некроза опухоли то что трифона пытаются в сто раз круче только твой организм синтезирует они искусственно водятся да то есть мы просто провоцируем иммунную систему она у нас работает как вот у молодых в любом возрасте то есть это вот комбинации например шитаки веселка свечешь так веселку сразу в кровь через прямую пешку это еще лучше и например рейши либо другие зависимости женские проблемами таки допустим в комбинации с третьим грибом и плюс к этому я расписываю когда когда еды что когда но это целая наука фунготерапии и плюс к тому вот травы противопухолей сбор там значит и вот пошло поехал смотря что у кого там кисты миома все это лечится но вот дороге в принципе любом случае если брать уже максимальный комплекс это и противопаразитарная противогрибковая детоксикационные восстановительная терапия но бывают такие ситуации когда просто вот жизни и смерти вопрос считанные дни тогда не до паразит не до грехов тогда надо прям вот самые сильные действующие вещества из а я вам скажу так природные действующие вещества еще сильнее химических сильнее просто вот например биодоступность выше уже но уже изначально и и даже антисептическим пресс вот например масло чайного дерева значит по своим антибактериальным свойствам в 30 раз сильнее чем чистый антибиотик тетрациклин например в 30 раз то есть это вот но но фарминдустрия это просто контроль над людьми и надо их деньгами и кант это власть огромная и конечно это вот поэтому тут не потому что это в природе нет мы уже как зомби же мы думаем но наверное все таки же не просто так работает фарминдустрия тоннами лучше да ничего там не хуже хуже гораздо все было все было известно но нам мультфильмы сталин с 50-х годов снимать шуточная касторка ха 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 там лучше когда вот про это буратино поздравляет а там касторка раторка но не понимают что они температуру можно снять за полчаса отдают детям химию убивают детей чтобы не в организме и гнойные токсины все накопились но не 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 отдался ты не обид живут за счет распада диссоциации накопление от f вот идет слишком много тепла выделяется нарушается процесс обменный когда действует гнойные токсины надо очистить очистить кишечник температура пройдет ема а говорят а они дебилы вот я между этими научные и кто нам это пока смеются над касторки ну это как просто я понимаю но давайте лучше пара цитрометра там как захерачим себя так сказать прям можно дать через зайницу залить и там и кольнуть чтобы вот тогда да это научно это 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 так сказать современно мы как раз используем вот мы вообще в принципе и в лечении и в острых состояниях когда например температура повышается у нас есть такой нейтральный аналитный раствор то есть это аналит но у него ph ближе к 7 то есть 6 6 половиной page где-то но овп при этом плюс 750 плюс 800 это о чем говорит о том что там именно свободный хлор вот этот который в принципе содержится в нашем организме в иммунных клетках то есть но в лейкоцитах и за счет хлора уничтожается там патогенные микроорганизмы вирусы и так далее так далее и вот когда человек начинает пить этот раствор кишечное орошение делать этим раствором буквально температура снижается за 5 минут 10 вот почему мы делали очень много экспериментов ну и вообще в лабораториях исследовали даже вот таки ну делали над микрофлорой исследование брали патогенную микрофлору там различные там что стафилокок там ну и так далее и наши лактобифидобактерии и орошали их вот этим вот аналитным раствором и патогенная микрофлора она погибает а нормальная размножается то есть все нормальное в организме начинает расцветать на все патогенное убивается поэтому мы вот как раз на голодание на очищение вот это вот у нас как детоксикационный раствор то есть люди выпьют просто вместо воды то есть полтора два там три литра в день его выпивают и буквально чистится там кровь там ну там все патогенных всех субстанций так скажем вот это уже просто пить вот эту воду уже такой детоксикационный хороший для профилактики колоссально чтобы правильно понять непостоянные они постоянно дали то есть постоянно нам нужно следовать а ну а кто не может то тут магнезия кружка эсморда а вот как раз чередовать например вот этот вот нейтральный аналит и каталит что вот это вообще на реально да восстановить как бы пресс да это прям идеально это сразу же и профилактика и зарядка там и все 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 это прям для у меня раньше я тоже вот все детство у меня ставили хронический пензилит всю жизнь меня все же хотели мне вырезать гланды вот и мы давали сначала этот нейтральный аналит дозирован а я потом подумал что будет если я просто буду пить вместо воды такой я всегда люблю эксперименты проводить на себе всегда проводил и начал пить эту воду просто вместо обычной воды 7 месяцев их пил просто 7 месяцев без каталит просто вот этот аналит пью 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 я понимаю что мне как-то все лучше 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 и жкт по-другому работает там замечательно и я не болею потому что рак каждый год там я думаю что это просто были подавлены и бактерии грибки веру да да и все подавим абсолютно и я смотрю что у меня не гнойной ангины не ни разу не простудился хотя должно было уже там раза три должен был уже переболеть но это вот еще ну да когда лет десять назад по-другому то же самое значение было были периоды там ну когда по подросткам короче за зиму было восемь бронхит то есть там ну и вот ну там другой тоже с водой тогда впервые это вот например ну а потом уже вот когда впервые восемьдесят девятом году был такой в москве совместно советско-австрийское предприятие с я нас и с этот как раз на методы основанной фоли мы определение надо да там чупается не только на руках она в линии лениться там и ноги к там изучена мы делали просто не чтобы ни наводок не было человек утром на розетке трогать не до там все через и вот наливали в термос они воду делали заряды индивидуально для каждого не в крупке как часа у меня от первых прием 30 миллилитров уже гастрит навсегда прошел первый период на выкономет выбран про результат наступается вот о чем я всегда в жизни вот но потом они там все по что потом пошло это было не совсем как будто это прямо под сук но запихнули вот что то такое то что потом это уже все не то было то есть это не тот уровень это не тот уровень вот я им больше я не видел то есть вот тогда это были у меня родственники вы там но с могилу понять то есть вот что но этого можно добиться я говорю вот по сути там программы там информационное воздействие ну да это как будет матрица то есть потом организм саму то о чем мы будем трансформации другой вопрос что есть пределы в которых может существовать вот возможности любые и вот пределы ограничены очень сильно по здоровью даже когда методики верно это отсутствием минерал дефицитом не микро то что мы можем все синтезировать кроме минерала либо их получим с пищей либо нет то есть чудо не про и вот порой происходит поэтому чудо что мы впервые в жизни даем органы вот эти в особенно бабушки кому 90 начали едят там хлеб макароны хлеб молоко да да все у них 0 не дефицит но они генетика сильно они за счет тянут если им дать напитать и очистить организм там 30 40 120 130 лет они будут жить то есть это не вот эти современные молодежь нет это там я вообще знаменитика у нас в клинике последний раз спиранская да когда вот бабушку там 70 80 лет вылечить гораздо легче чем там а вот вы еще не лечили 90 95-летних вот я вам скажу что 90 95-летние трудно не вы не вы не выразить мысли нецензурно потому что это вот такая сила и генетика что там просто вот его очистить напитать они огород перекопают может молодой картошки то есть вот вот так вот так изничтожили генетику искать алкоголем табаком мертвичиной который никогда раньше не было начал добавились химию красители эмульгаторы улучшить или всякой прочей и более того за счет вот этих вот там бабушек дедушек еще и в пример ставят да вот он там ест пьет все что угодно то 40 лет это вот это вот идиоты который просто прожить как вот себя можно ну не жили непонятно такая простая примитивность что тот ты бабушка деда дедушка курил 95 лет ё-моё ну а не курил бы 135 бы прожил а ты будешь курить так ты в 340 умрешь можно и в салат как сейчас он куча и все как это дедушка еще голодал за свою жизнь ну а выручена так скажем на артал физически сутками он рос ребенком это вот летом пойду в основном это деревенский 95 процент активе дедушка они все выросли в деревне конечно почти все же там физическая работа с огорода они домой не забегали репа поесту морковь то попьет из родника и питание вода и воздух конечно ночью корову что-то мы прыгали ели они ели вот что растет и с утра до ночи прибегали спать поздно там пришли спать там вот как было жить и взрослый взрослый человек с утра встал пошел в поле там в максимум что коровая хлеба кого немало это молоко и потом в основном это были квасы на на муке которые вот на каменный холодным способом мука и они заквашивали то есть не переженный как на быстрых сейчас вот этих делали квасы на ржаной муке в основном это был супер питательный издали энергии что они пили не то что им хотелось они пили то что давалось без нужно очень много сил косить это не заш и это было ферментированное и напился меня с конечно вот вот что они ели поэтому вот мы сейчас умники сидят за компьютером некоторые ну люди станут адекватность но есть такие которые любые любимые там это шашлык свой будут так сказать пены у рта а вот и они всякую ахинея в чем ладно бы чуть умное сказали либо это одно у другого пересмотрела очередные штампы которые так сказать вот либо это вообще безумие которые несут на всякие диетологи и люди копируют то что они говорят либо говорят а наши бабушки едят видимо посмотрел современном фильме где там нам так сказать даже ордена неправильно висят ну там про войну да вот они там что-то вот отсюда выжить что и узнаете ну тогда я конечно я понимаю да я даже понимаю вы книги лучше читаете которые черному по белому еще какая жизнь была и где так сказать можно понять как и что и причем сразу сказать ну я не знаю в общем это все на стол у меня в лекциях у меня есть такая рубрика плейлист ю тубе где продал долго долголетие он так называют долголетие туда уже штуки 4 там есть где вот это идет аналитика разные вот очень интересно по долгу проанализируйте сам наверно очень часто спрашивают про северные народы которые там я все там рассказываю про почему я чего любит у нас да а как же вот тогда вот они там едят мясо и живут и вот даже бутенко говорила и прочее ну вот посмотрите и вы поймете почему это то есть все очень просто нет ни вот ни одного нет вопроса который бы в тупик там вот прям вот действительно как вот очень просто возгласно да очень просто посмотрите будет интересную да ну я водичку мы ем из другого из осмоса я я сейчас она а вот есть есть давайте кружку не просто воды ну просто вода все отлично закончился еще там не знаю вопрос какие вроде нет лайки идут вопросов нет все чистая вода ничего не было закрыли все вопросы кружка новая тогда на ток нет мало воды мало воды конечно чтобы весь электролиза на этом был воде желательно под углом и максимально ничего страшного что там сантиметр все нормально есть ли у вас вопросы друзья если есть пишите мы приятно слушаем и вкушаем ну отлично на какую тему еще хотели бы послушать и повкушать потому что тем то может быть невероятно огромное количество для что даже лучше бы это очень такой отличие не про медицину было потому что с рада ночи про и груз медицина биология биология и химия вчера лекция была даже вечером я даже не успел посмотреть этот фильм как он там идет по россии один про меня но черную кошку типа не интересно какая по-новому сняли как бы этот сюжет идею на про банды которые после войны 45 что неправильно как такая даже не посмотрел катаракта в молодом возрасте можно излечить до берется мед который перезимовал в улей без всякой химии без гадости бишь что пчел не трогали мидер восходим для полностью который созревший полную в мае только измерли берется в мае когда перезимовался место и такой разводится дистиллированной воде там мы по определенной схеме закапывается и катаракта начальной стадии вот минутку лечится так но если хочешь да у нас он коем теперь в мае будет ну да так вообще есть разные методы и способы ну вот один из них видишь а вы мне с кем дать поконтактировать чтобы мы с волосибирском связались и по счету платили заказали да но вы прям пишите на почту мне я получал а потом я перевели переключу уже на за склады тогда пока мне дико почты моя любая на сайте вот снателью более вот мой сайд на 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 гар . заходите доставка и оплата раздел простил и там внизу вот текст 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 а потом вот такими крупными красными буквами почта рована собака беке . руб нажимаете туда письмо автоматически выскакивает пишите тему письма что-то из артема там я и пишите что и как я мы прайсики высылаем ну или там какие нужны позиции у нас ну смотри у нас много товаров просто вот с чего начать захотите или там может быть мало ли что мы сейчас фокус фокус это облечение супер самого это с артем долго об этом говорим на просто сделать это это я не знаю это это обязательно ну а так у нас научный кто а так конечно остальное тоже мало ли что вот мало ли магазин откроет тот шоколад нашу не капусту и хотя бы не химию поганую едино уникальный шоколад который только пользу принесет они вред получают моральное удовлетворение вкусовые вот эти все привычные так сказать хороший вариант очень хороший за что там пишут сейчас что-то такое сейчас про аневризма головного мозга опасно ну еще конечно по утрам отекают руки особенно кисти можете что-то посоветовать я веганю я на вегана сыроедение пять лет причины могут быть с почками связаны могут быть другие это надо задавать вопросы наводящие чтобы понимать в чем и как и суть ну все это возможно вот вода как раз вот это самое водородная вам будет очень важно соли меньше если отекает ешьте если именно отекает вечером не ешьте на ночь вот артишок попейте полезным для почек ну вот это как так минимум тот дальний качь фокус пишем и не минеральный может быть просто бать почки почему из-за минерального тоже дисбаланс может могут на проблему но естественно могут быть забиты сами так сказать вот нефроны и вот дело в том что ведь смотря что вы ели как и пили а если белок в моче и вот вдруг мы сушь про почки не заговорили так это вообще плохо если давление выше чем там например нижние вот ну как на 70 на 80 а если выше 80 эта проблема с почками здесь почки не пропускают тот объем жидкости не фильтруют из давление сердце кровь качает а почки не могут профильтровать это это вот сразу показатель верхнего и нижнего давления слуга 120 на 80 80 а у вас 85 или 90 вот это плохо про просит повторить что кушать девушки очень худая на самом деле здесь противопаразитарную терапию возможно нужно будет бросить да потому что он не может быть очень даже вполне если не проводили то вообще лучше любому человеку очень любая периодически это делать вот там да особенно нас и животные домашние за ну да тем более чем более комплексные терапии где-то сказать тем лучше до давление 170 то же самое сюда относится на самом деле ну паразиты особенно этих много на же токсиновые башки тут равен то есть это как бы вот может быть в роли почки а первого причины может быть я бы вот те же паразиты да да или конечно инфекции там уреоплазмы прочее конечно тоже вести что в принципе опять же ну вот чисткой и ну вот этими дополнительными средствами надо помнить что когда идут любые чистки когда тем более голодание когда человек у нее есть дефицит то есть ему хорошо понятно такая токсиновый но дефицит минералов увеличивается до минералами и вот вот тут как раз выход из голодания на фукусе это полосальные там вот на соках месяц были на фукусе там вообще коммунизм будет просто а фукус если например но в воде же можно как и пить да на его как и настой как вот он же как он но он клетчатку пищеварение будет идти он содержит клетчатку но так сказать там остаточные но нужно для голодания как вот огонь он ведь не надо а вот ну потому что там надо действительно клетчатки не а вот когда уже выходишь уникальность первого дня можно уже а это первое дело бы щитовидку вот этого этого это это новый да он такой же невкусный как тот да например но сушки тут не до вкуса а если например вот добавить вот до воде растворить добавить мед убить и или этим или сок ну или сироп топинамбур с ягодами от которой или там чего хотите да можно а кстати сироп топинамбур вы кстати можете тоже брать и продавать и что-то делать то что чистые у нас концентрации не 10 процентный вообще как бы там варианты вот до нагреваю чтобы было как бы по вкусу тоже а если но сироп очень вкусно так у нас есть клиентка руберут 5-литровые вот эти бутыли они очень тяжелые 6 4 килограмм 5 литров плотность высок и он берут по две-три и больше будет а он же для диабетика его можно больным сахарный диабет без проблем так что продукт уника подумайте для оздоровления может быть вот масла сыродавленные органы да например там за что-то еще ну то есть вот начните потому что нужно разнообразно включать расширить нам куда-то особенно выходе на менять но фокус может что еще посмотрите но фокус это просто это из-за бы вы теряете скажите про демодекоз ну а чё демодекоз это подкожный клещ естественно лечится ну если совсем двух слов у меня учесть я вот потому что по нему принять индивидуальные люди как сейчас дать трудно это надолго я могу пару слов сказать но вообще у меня есть инфопродукт мини инфопродукт то ли номер два мини то ли номер три в блоге юфролос.ру либо там вот заходите а там в блоге у меня вот такая горизонтальная черта и там разделы вот такой инфопродукт наводите мышкой открывается подразделами мини инфопродукты и там есть номер два либо три под демодекоза но например очень не любит он прополис и поэтому если сделать спиртовой настой прополис и на лысо побриться включая веки брои то что он поражает часто вот здесь но когда вот часто у кого есть тут делаешь так вот перхоть сыпется с бровей с кожи это как правило скорее всего демодекоз или сильное поражение грибками фото сделаем ну и вот примерно так то есть значит вот аналас обрез человек мажет прямо все желтое будет но некрасиво выбрать отпуск время или как еще и вот допустим неделю а потом плотно нарезанную банку красный перец острый жгучий залить спиртом месяц постоит вот это раствором промазывать тампонами то тоже кожу всю пораженную но смотреть по крепости там в некоторых раздражения может тогда с кокосовым маслом так сказать вот допустим вот вам еще вариант но системный подход там изложен более детально еще вариант ну как бы это уже специфическая но мы аналитным раствором тоже с таким чеку клещет все-таки такая организм он все-таки это же не одноклеточные это вы не дай мне оболочки это там к ней яйца его то защищен ростон ну да яйца защищена но там мы это делаем в общей чистке ну да но я все-таки с демодекозом это даже целый кожные диспансеры это такая тема но вот есть народные мета меры вот и что он действительно переносит и колонию можно почти по до нуля его и нет главную популяцию брать а дальше а вот ну конечно многие путают вот некоторые грибковый про прошли много такого же дырявит гуравит потом бактерии идут он тащит инфекции прыщи и все а может быть причиной демодекоз совершенно верно я все время что могут быть грибки надо проверить но можно комплексно пройти вот сделать такое вот он же глубинных слоях эпидермиса принципе кожный клещ такая сильная штука но можно убрать вот есть методы я о них раз что там еще что то то ли это выше стала тема пошла человек живая на 100 с лишним увеличилась сразу человек серная мазь серная ну серно-дегтярная например но не совсем так это знаете они любят конечно клещи этого но убить трудно так чуть-чуть подрегулировать численность может быть да то есть молодые особи которые еще не очень защищали при линьки так сказать когда они растут но можно воздействовать уменьшить колонию но чтобы вообще его же практически считается вот уничтожить нельзя до конца но вы именно потому что лечит чем-то не тем ну понятно хлорка что не будешь там кожу свою и а вот такие меры вот прополис забыли это очень сильное средство но в том числе от него помогает но это нужно такую настойку делать хороший правильно 50 процентов до моей не то напишите кто-нибудь сообщение я не могу посмотреть а как препарат асд-3 есть люди которые не вот этот керосин например с гретким орехом как он там называется забыл название и да асд там и прочее но как вам сказать бывают те случаи такие когда помогает но большинство случаев не помогает этого дни системный подход это игра вот в лотерею повезет нет совпадут какие-то факторы которые мы не можем проанализировать но бывает совпадают и тогда до результату то бывает что не поэтому это все-таки если серьезная проблема лучше конечно так сказать серьезно изучить вопросы применять глубокий системный подход и конечно не надеяться не только на препарат а еще и на изменение питания образа жизни там ритма графика жизни и так далее там все учитывать надо завтра не завтра с генералом завтра до сегодня нет сказал завтра улетаете в пятницу юрий андреевич что вы скажете про критику ваш адрес ивана никитина слушать его иван никитин иван никитин а кто это акции слушать о чем говорит скиньте интересную ссылку или знаете мне на почту равана собака бики точка ру напишите прям что я в перископе он писал про иван никитин критика в адрес ивана никитина да можете либо мне вконтакте написать вот я я мой я что-то слышал иван никитин что-то вот как-то вот когда я увижу я может пойму только чего какая критика что он хоть конструктивно говорит в чем его заключается если можно изложить мысль но если это можно изложить там кратко напишите сейчас даже перископ в чем его суть критики то есть как бы ну и надо же понятие я тогда отвечу может он прав в чем-то вдруг ну кто знает это сыроед какой-то медийный да а ну да ну наверное я слышу ну а в чем его в чем критика да и тогда в чем чёрт 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 поперек так это бесит просто понять хотя в общем кажется мне бы в общих чертах как иван васильевич понять что они хотят посол да там в общих чертах но понять его несложно вот что он говорит так интересно прям даже мне а может я даже и видел когда-то но как-то не особо подумала ерунда не обратил вниманием а может я и не видел тогда мне вообще это им очень хотелось бы знать и более сыроед чушь сыроедут ну да не угодим более да уж ладно там этому как бы в обычном лесу не новую который а прополисом при домодекозе сколько мазать неделю там от недели до месяца так скажем лучше посмотрите видео да у вас жизнь у меня нет это инфопродукты он такой это тема я их стал делать он-то у нас стоит там что-то тысячу но там я разбираю одну либо три тему в зависимости от сложности либо одну либо там 32 да вот и по демодекозу выпущены это целую там методика там методика как я сейчас расскажу я не помню все это досконально ведь там справочники прочее это у меня как сказать новый там же детали детали важны то есть в общих чертах я сказал но там много нюансов тонкости детали он своем фильмы сырая банда про вас это и продать доброздраве на высказывается меня вы заинтриговали я посмотрю фильм сырая банда про псориаз про псориаз сочетанная патология это тоже нужна и чистка противополистарно противогрибковая восстановление там псориаз я вчера был в вебинаре а подробно то что кожные заболевания проявления внешне это внутренние процессы и конечно это грибки безусловно микрометциты дрожжевые плесни некоторые из них очень опасные небезобидные ну например тот же батритис серой плесни называет рак поджелудочный рак крови очень многие другие кандиды кстати альбикатс небезобидная штука полипа вызывает очень многие онкологию женских и мужских половых органов называют кандиды альбикатс поэтому надо к этому относиться серьезно и если есть какие-то признаки тем более явные поражения то все-таки надо пройти в идеале конечно я говорю системный программу курс антигрибковый где будут обязательно вот понимаете некоторые грибы можно вылечить только высшими грибами то есть экстракты некоторых высших грибов различные грибные фитонциды полисахариды они сильнее чем любые химические препараты стива джобса можно было бы вылечить если бы и бабы академики то его лечили знали бы что существует такой гриб веселка и как на руси почему те кто использовали вот в тех регионах деревнях там для не знали что такое онкология там об опухоли доброкачественные там и даже и миомы кисты ничего этого не было некоторые использовали постоянно а если толкли с жиром каким-то он пресс сметаной и делали маски себе то выглядели моложе лет на 30 и волосы были до конца вот жизни то есть такие пучки хорошие плотные когда делали мыли голову вот как горчица соды или там от аналога или с травами ли с жомом но с этим щелком а потом делали вот наносили этот крем и смывали да вот но это было это я признаю когда изучал вот именно науку фунготропии подробно то вот как бы а потом я сам вот опочкинский район и это про долгожители есть вот посмотрите там как раз про это я рассказываю они вот эти деревни долгожители они употребляли веселку вот то есть там эти знания сохранялись кстати 10 процентов населения больше 10 жил больше ста лет это в 300 раз больше чем на окинавы который считается центром долголетия то есть это больше десяти процентов не 0 1 там я так но спасибо вам ребята молодцы прям рады что техника дошла и мы можем с вами общаться вы тоже рады что можно так взять непринужденно поставить что там банка нам щелка данного это нам скинули собственно вот эту группу где поедет должно быть это видео ивана никитина до иван никитина в россии живет или не в россии вот кто знает напишите или это мигрант такой или вообще где он что он там где моносыре ну да я слышал иван никитин условия но я так не помню все я же не смотрю это так иногда когда скидывает кто-то нашли раз посмотрю пять минут или десять или что-то такое иногда затягивает кишь приходится смотреть до конца но это не будет идти а может я даже и смотрел то что я что-то помню что вот и по добро здраве на что ты примерно что такое но так несколько могло делать людей ну интересно что он скажет я вообще всегда смотрю а вдруг там что-то есть типа здравого какого-то смысла или зерна или на что-то действительно что-то на внимание обратить на что-то так сказать проверить вот но как правило я пока не видел такого вообще чтобы вот это было аргументация как разумное типа сам дурак да такая есть а другую как они идут но вдруг будет я же пускай вопрос можно ли сыроедить профессиональным спортсменам большие нагрузки а вы что не человек что если любого если вы живой человек не гуманой это как можно не так сказать как бы сказать не жить не по законам природы кишь можно жить по законам природы ну изменить постепенно биохимию потому что это же время но спортсменов она кстати обменные процессы там быстро и очень хорошо работают выделительные системы да то есть все-таки раскачаны то есть можно очень быстро очиститься и перейти я вообще-то кстати я перешел на среднем в раз бросил все это есть вот всю эту гадость там но и как бы я никогда вот в этот некоторые ну очень многих ослышал какой-то то что наедали но наедаешь не можно а я никогда не нормально так же стал есть примите же объем это того же салата еще чуть как то есть у меня это не был проблем скажем так насколько уже наверное лет шесть на чистом сравнении вообще что не грамма ничего до этого два года так вот только входил ну как но я веганом сразу я веганами стал моментально вот прошла слиться рают да да а потом просто вот как бы это сказать но например летом вот в карелии ездим запасы кончились свои ничего не замазали но у нас холодильник свои к 150 литров там это один день малины питались на перед там уже ничего не было как бы уехали далеко но и потом пришлось там вот картошку и пожарить такой вот это был вот ну и опять да там потом полгода и полгода вот а потом уже пол а вы пьете витграсс спрашивают винграсса совсем не стыдно я не пью витграсс хотя это очень полезно я рекомендую я вижу результаты по хорошему да надо пить я вот в какой-то мере тоже сапожник без сапог понимаете я вот мы сейчас гибрид кажется время есть болтают сидят блин я вот надо развеиваться тоже я но я вот буду до ночи так сказать как бы у меня вот я не успеваю очень многие вещи кто не знает чем я занимаюсь очень много занимаюсь вот но это что это вот это а это соль мне ее прислали мои вот где золотой корень свои севере кстати это вот аналоги малайской соли тоже розовый чуть-чуть розоватая такая это который я у вас брал не не нет а гималайская то вот из мнение гималайской вы говорите вы бываете из нее не розовая но она а это будет у нас потом со следующего года в общем мы про нее потом расскажем сейчас я не буду дожигать этот аналог но она в сибири там есть такое месторождение но это не летская не 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 это все опять спрашиваете но когда получается я даже специально вы выращивал пшеницу специально а ну у нас да я вот одно время конечно не ленился когда у нас же сок пророска пшеницы замороженной брать баночку откинул разморозил но водички выпил конечно там энергии прилив и все это великолепная вещь то есть сок пророска пшени у нас он заморозит блоки по 30 штучек ну да лучше конечно живой но если я заморозка это абсолютно она там за консервируется все и в общем-то можно замораживать это же единственный природный натуральный такой способ сохранения зернованные а вот говорят где-то и вы думаете своей головой вы заморозите пшеницу разморозьте прорастет да все вопрос закрыт навсегда вас за навсегда теперь закрыт вопрос насчет заморозки все экстракты грибов где брать но у нас брать вот заходите на сайт сайт мой вот этот вот можно в яндексе фролов юрий андреевич набрать первый мой блог будет уфролов или юфролов точка ру а это блок стоп ну с него можно перейти на сайт у меня 8 сайтов поэтому я общий по здоровью главное это вот юфролов точка ру ну там здоровье аналитика все их строительство вообще разные темы ну главный по здоровью а потом вы переходите вот на сайт над гард точка ком над гард натуральный рд точка ком и там правый верхний угол несколько прайс-листов верхний общий прайс там все там 400 виду биопродуктов в том числе фокус там но все что угодно там масла все они же прайс по лечебным грибным препаратам и там как раз все мета киши таки рейши там сморчок но для зрения там значит ну все что хотите то есть включая там даже агарик но это там особое применение вот и у меня видеоролики но в принципе ну и мы поставляем любой город страны и мира даже то есть мой за у нас и сша заказы в англии во многие ну а по россии разумеется еще проще так что это без проблем вот чага есть есть вот и противопухолевых сбор он тоже в этом же просят вот это вот серебряная вода сейчас покажу которые мощнейшие антивирусные но главное это средство надо коллоидное серебро то есть это вообще главное средство знаете 200 миллилитров 300 рублей все 300 рублей дешевле чем в кораллом клубе в несколько раз а качество такое сколько там атомов на миллилитр можно ночью это концентрирован очень хороший это вообще то есть как антисептик да есть такой таранов вот можно изучить в интернет кто такой таранов технологии это вот применение специально технологии при которой самое большое количество самых мельчайших вот но частиц значит поэтому вот были случаи когда либо до внутривенно даже переливают вот вливают потому что когда сепсисы мощно идут и надо спасать человека даже вот внутривенные вообще конечно это для питья вот вирусы простудные заболевания почаще с фроловым встречание мы живем так далеко друг от друга но по скайпу конечно можно а потом я говорю мы будем да вот все таки правда когда будем сотрудничать будем почаще встречаться и будем радовать вас онлайн такими встречами вот а так есть конечно очень интересный вот система аккура японская вообще ее не покупайте вот есть аккура вообще в центре фунготерапии но это надо отдельно лисички шин трутовик и шитаки подбирать серьезные доза вот аккурано к комплекты для собак кожи кстати как и ради домашних питомцев также технологии очистки антипроцитарные вот а по грибкам и омам кистам я имею ввиду вот и онкология там уже идут вот эти серьезные агарик веселка ли данные решили мне таки зависимость но кардицепс хороший ну кардицепс который там до давления сразу снижается вот человек выпил сразу просто вот он сидел нас тяжелых препаратах все у меня сразу снижается и он может сидеть на натуральном дунющее сердце укрепляться будет ё-моё то есть вот кардицепс очень сильная штука он кстати тоже ну там есть и противопухолевые компоненты конечно так что можете приобретать вот это прайс-лист который так и называется по лечебным грибным препаратом и писали это пишут серебро не откладывается в организме нет ну как отклад слушайте любой металл может отложиться и уйти да там йоны смотря если вы же не не брусок едите да в конце концов то есть но но да есть тяжелые очень металлы не ртуть как бы это не ртуть да кстати кстати вот очень хороший вопрос я вот передайте другим и вообще вот есть гриб такой дождевик были даже расчеты сделаны в чернобыле сажали на квадратный метр делили площади выращивали до определенного размера и веса объема и было посчитано я просто боюсь и шевец то ли 7-15 короче вот определенного размера дождевиков сплавного тела выращивается снимается и и полностью от всех ради нуклидов все радиации избавляется метр квадратной почвы то есть углить да за раз ну то есть это выросла сервирус да то потом от надуть то есть короче есть препарат дождевик это экстракция дождевика определенной стадии там пористости ну то есть как на человек пьет по три капсулы лучше взрослый 5 раз три раза три раза три раз день по 5 но можно по 3 месяц можно совместить с антипаразитарным когда лисичка назначается и трудовик листик актер сорбент либо там друг в эту ситуацию надо я могу объяснить и все у человека избавляется от ради нуклеинов если есть ртути холорина и тяжело да 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 очень еди то есть вот самый мощный он один очень важная вещь особенно в для детей с такой патологии как аутизм потому что аутизм сейчас развивается в основном из-за отравления именно ртутью тяжелыми металлами и вот прививка акдс у нас очень много пациентов которые приходят с детьми аутистами и у всех одна это алюминий силикат алюминия мозгу и кстати тот же альцгеймер от алюминий альцгеймер паркинсонизм то есть ну и конечно амино-токсикоз головного мозга да что отравление моноамида не очень мы прям возьмем и будем включать тоже обязательно обязательно это реально до единственный потому что это но вот в природе и ну может есть где там какие-то растут там миллионы видно то что это вот просто самый сильный короче тотальный меняем и расширяем ну расширить разумные вещи очень которые можно водной схеме то время не совместимо с любыми травами значит никак не это вообще не важно то есть он сорвирует именно вот радиуклины металлы тяжелые ртуть вот прям по ртуть она однозначно а как и еще практически но это вообще вот и и особенно почки здоровье будет пить а отметьте именно прививка кдс да конечно это страшно очень страшно это 100 то есть кто делал кто вы хоть когда то есть это вот когда я даже вот так 89 вот они прямо определяли кто траванулся и какие порции сейчас они не определяют тогда да тут там это изотопы называли блин откуда это ушло это кто-то скрыл а не знаю там олигархи на мессионисты это они в себе взяли вот бежит да просто вот чисто для рокфеллеров и так далее я думаю так а вот так вот хрен то что потом пошло это опачкование все эти кто там это ну это сравнительно взять с тем что было вот да потому что если чуть-чуть иммунитет снижен у ребенка бы чуть-чуть кишечник работает там неправильно микрофлора нарушена все очень очень легко может развиться действительно такая патология то что а не очень здорово значит усва кпд всасывание усвоения питательных веществ уменьшается минералов дефицита накапливается дефицит гормоналка летит и так далее пошло поеду поэтому страшная вещь и прививки это вообще это абсолютно малая болезнь то есть ты вносишь заранее не думаю крепкий иммунитет и ничего не будет не мою то есть а это уж надо перевали красноуха то в коре ну там раньше про врач интер заражали что где ребенок переболел к не болел но и слушайте лучше спица его кто в этой области самые 11 это врач профессор иммунолог червонской да она иммунолог а именно не какой-нибудь там терапия не про парапиве она профессор иммунологии у нее дед отец профессора иммунологии и так далее были то есть еще дореволюционные но это слушайте это и каких-то вот этих вот отпочкованных из медвузов так сказать которые вообще ни о чем ну и кого вы будете вы прослушайте голос здравого смысла вот о чем она говорит не то что она там регалия о чем она говорила она говорит абсолютно понятные разумные еще вот поэтому советую послушайте червонскую и просто для себя решить прививки не дай бог я вот своим не делал ну там старший в начале как сделали первую из дуга но давно было очень никогда я еще как бы не думал об этом обо всем а вот уже младше ну у меня сейчас дочка вообще и сразу же написал в роддоме все никаких правил у меня вообще ничего в жизни ни одной прививки не было да и как бы так она вообще не болеет даже старший вируса принесет там 40 градусов там 39 6 было в том году принесла но мы там от магнезии все у нее там за полчаса 36 6 а потом а младше так вообще даже мы даже подцепили но у меня быстро нам рад а младше вообще ничего ну я так скажу что вот младший уже какую-нибудь третий класс вопрос такой как просто поднять иммунитет ну как бы это это не просто во первых нужно убрать все причины которые его снижают и нарушают да и его не надо поднимать не нужно он сам поднимется надо просто убрать факторы которые его подавляют вот и все нет определенных мер для и вообще штука как понять физиологически это увеличить количество лейкоцитов и москву да и активных лейкоцитов там разных их очень много разновидности лейкоциты лимфоциты б да вот каждый свою задачу то есть принципе их можно увеличить значит 30 лет примерно а у вас сейчас уже и раньше начинает уменьшаться количество выработки самих разных видов лейкоцитов по воздействию разных факторов а значит уменьшаться качественные то есть есть количественные качественные параметры по аж . качественно значит например фермент перфорин который на несет себе т-лимфоцит у него на при снижается в разы и он уже не может раковую клетку наш каждый раку клетки разве они уничтожат и он уже не может и вот чаша весов переполняется начинается уже не обратимое деление то есть больше не огня ограниченные а вот а если мы на а вот есть вот шитакин он содержит себе только концентрированная водорастворимая форма концентр полисахарид лентинан который получается при температуре до 38 что он с 38 разрушается уже 38 предел он разрушается и вот что он делал заставляет макрофа не макро ну это т-лимфоциты синтезирует во первых их больше станут они обучаются иммунности мобилизуется и больше станции и качественно то есть больше фермента перфорина синтезироваться в любом возрасте и они начинают атаковать уничтожить раковые клетки в принципе есть случаи когда действительно операцию стоит сделать есть случае когда ну проще бороться организму потом с меньшим количеством рада чем да химия иногда есть смысл сделка первые две-три химии они очень действенные до 80 процентов вот потом уже это бессмысленно а в силу того что в раковые клетки грибки колониями мицелия гриба микромицетов дрожжевых плесневых и вот значит вот высшие грибы как раз подавляют вот таким образом то есть начинает синтезируется большое количество парфорина начинают они атаковать раковые клетки в разы чем вчера больше их уничтожать вот что такое иммунитет ну и конечно поскольку это иммунитет общая вещь то значит вирусные грибковые прочие заболевания разумеется их возможность то есть развитие уменьшается это это минералы которых не хватает в пище вот смотришь некоторым вот людям они говорят я банку фокуса за день или за два я прям вот какая-то он вкусный волосы сдают анализы или ногти у них минералов 30 40 раз 20 раз 30 не хватает вот это тоже мы не какой будет иммунитет когда не хватает минералов для биохимически важнейший процесс для гормонов для они необходим гормональной системы так считает как частью а печень тоже гормональная железа и вообще гормоны до сих пор новые открывают мы не все знаем даже такую гармоника да и поэтому это общее но вот мы знаем той же константы есть а при то есть должно быть не должно быть дефицита минералов микро и особенно элементов такие кремния лития то есть ценных их малый йод там силен не должно быть понятно но если аминокизм но это мы видим и утащаем худеем там нужно мы неры понимаем там паразиты сейчас горячу лямли а или просто вот действительно мы себя довели того что там два продукта у нас кишечная микрофлора не работа мы еще не можем синтезировать у нас так сказать идет дистрофия там ну и значит надо бороться значит уже аминокислоты жирные кислоты вот антиоксиданты витамины и тот же гамма-м версии прочее спирулина великолепный продукт там витамина b вся группа кроме b12 это наверное в дикой может быть и b12 есть потому что они в природе вроде бы в симбиозе с бактериями что если это так то бактерии синтезирует если то очень может быть просто проверялась всегда на лабораторных поэтому мы точно не знаем с 12 такой интересный вопрос на самом деле ну да интересно даже если говорят что все это вот так все это ну путей это решение много этого раза в конце концов каждый для себя там определить но вот есть вот это американский профессор который кардиохирург ему часто 2 но 50 лет просто принимает b12 но это его путь вот он просто так верит в это ходит он при нём живет 102 года вот все веган больше 50 лет просто я изучал биохимические что там происходит с гомоцистеином да мы с помощью b12 как он переходит метионин а потом опять переходит гомоцистеин а потом 5 метионин вот эти вот вещи и в принципе как бы это эти процессы опять же завязаны работу печени то есть если печь он правильно работает вот все синтезирующие свои функции оболняет то все с b12 хоть у сыроеда вот вот несу во первых беда с печени аккумулируется да то есть это один единицы водорастворим витамин к рубля печени на вот больших количеств во вторых он он любит говорить такую вещь мол типа умники читали себе посмотрит какой-то на это так ну типа цицулим цицулим проговорил тоже уже любят из медицинских справочек типа а b12 да он кэш синтезируется в кишечнике но но в толстом кишечнике типа кровь ничего не всасывает дать позиции вопрос вопрос в толстом ничего не все нет ничего так а вода где всасывается вот просто неинтересно 95 просмотра в толстом кишечнике вопрос витамин б нас жир растворим или водорастворимый водорастворимый витамин так в чем проблема ты не прочувствуешь а потому не всасывается или дефицит что-либо паразит вытягивают их то соответствую жрут b12 гигантский ты хоть принимаете либо потому ведь есть мясоедов дефицит b12 тоже есть место вот значит это дело не в мясе да и не в рыбе не в цицулим значит соответственно нужно б12 значит вот как она синтезируется и может сосаться а если у вас толстый кишечник в колонии грибы кандиды проросли и там все же в мицеллих они будут вытягивать b12 они сожрут или у вас там слизью все и так сказать корос он гидро то есть колонны скопии делают а там так сказать извините меня вот причины то есть они всегда есть но не потому что организме ничего дегенераты люди нет животные все на rb12 сами не едят но кто не хищник они синтезируют кишечная микрофлора синтезе из наверное как-то всасывается уж и он мы тоже не с марса прилетели у нас тоже всасывается но не может сосаться потому что есть право и мясоед не мясоед этот не имеет значения вот и все короче проблемы с b12 из-за цацулина ну в общем да по большому счету да из таких как вот цацулин который так сказать зато он говорит это неестественно все фигня зато естественно жрать из пачек вот эти синтезированные там белки аминокислоты ну ладно аминокислоты а то белки и прочую гадость которые фарминдустрия для качков делает но нормально это это естественно это естественно да естественно сухой кашель две недели до рвоты усы на 8 лет назначили антибиотики что что кстати же могут быть и паразиты это могут те же аскариды в клубок вот в бровках и в трое в трахеи сидеть и вот вчерашнюю лекцию посмотрите у добро здравина еще там по его ссылке рассылки не подписан там я лекцию человек тоже проекта так говорил там но малилик знаете у меня например лекция есть по паразитам в частности по грибкам там я очень глобально разбирал 15 групп основных паразиты там на просто характерные признаки говорил что бывает ну то есть вот она четыре с половиной часа идет 13 мая четырнадцатого года вот эту лекцию посмотрите спрашивают еще что мы пьем но это зритель сбитень старый русский напиток до сыроедный вот его монастырях делали вот мы восстановили технологию там 16 века ну и раньше до 16 потому что тогда традиции были в основном пищи живой вот тому подтверждение у меня постоянно но в частности избитие 25 видов трав мед там начнут как его делали в старину сыроедный просто теплой водой заливаем и пьем очень вкусно так что можете пока позавидовать а потом зайти на сайт заказать и сайт gar.com по продуктам мой правый верхний угол общий прайс там он есть уже там более 400 видов биопродуктов мы отсылаем любые города но там ограничение в суммах то есть мы по мелочи не можем просто физически работа физически просто ну зачем это на многие люди к нам приезжают есть клиенты там на 100 тысяч на 150 покупают приезжают даже к нам но мы отсылаем я понимаю мы от 8 тысяч от 10 но в другие города 10 тысяч меньше про смысла нет а целым у нас по такому про ассортименту это вообще ни о чем выбрать и значит просто посмотрите раздел на сайте надgar.com на моем раздел доставка и оплата вот такой раздел доставка я потом просто текст описан принципы и условия работы и видеоролик маленький стоит видеоролик который посмотрев невозможно ошибиться правильно вы уже оформите все на будет проще легче ошибок у не будет при сборе маленький ролик посмотри как правильно делается заказ по сайт что из себя представляет отложение солил солей смотрел что это не связано с употреблением соли давайте начнем с вас а потом я отложение солей ну во-первых где вы имеете ввиду в почках суставы тоже но там так как отложение соли обычно имеет визу наверно суставов когда говорят так положено солей все-таки так камни в почках сказали бы отложение солей на суставы все-таки не приду да может быть и суставов на ура ты например они же разные вот например урата соли урат натрия это что такое это мясо это вот болезнь который у всех вот это подагра даже комедийный фильм с никулина по этому поводу был такой один значит когда там он разбойник бандит залез там а него и да там друг друга плачется с потерпевшим как бы вот они там друзья становятся а значит вот из-за мяса я своих лекциях не помню что по пищеварительной системе можно я во многих говорил про это что соли урат натрия как раз именно проблема подагрит мясоеда это болезнь богатых раньше называли мясо и болезнь богатых вот а и кстати не только и белки матч и откуда они что организм это вот то самое что организм уже не может пройти откуда коллаген на сосудах накапливается в суставах в этих мембранных кровенососудах они в 10 раз раздуваются белки пожили свободные белки которые переработать уже не очень и они просто вы встраиваются в путем пульсации вот артерии вот артериальной стенки вот коллаген это все проблема в основном из-за неадекватного питания то есть за высокомолекулярных белков которые организм наш просто не приспособлен такое количество и так как перестроить переварить тогда да я бы сказал что еще есть проблема с тонкой кишечной проницаемостью то есть когда вот белковый слой стенки тонкого кишечника через который проходит как раз таки только низкомолекулярной сей да вот эти соединения там и там в ионной форме там минералы и так далее но опять же например молочные продукты до козеин может способствовать дорывание вот здесь стенок да и это идет когда у ребенка поры вот этим да что они сначала широкие но и как бы значит вот когда он рождается первые белки должны пройти но это белки низкомолекулярные иммуноглобулинат а потом если начинают подурить своим макару и молоко лькозе там пичкать доводы крупные белки они еще могут и они как перфора они проделают отверстие фактически там осмосы они еще раз как дырявит туда разрушает то есть между белковыми вот этим соединением появляются дыры да и и в эти дыры могут проникать высокомолекулярные соединения дать чужеродные белки это обуславливает и различные аутоиммунные заболевания и аллергические заболевания и так далее так далее вот есть один метод диагностики вот такой тонкой нарушение тонкой кишечной проницаемости не выпиваете там пол стакана стакан свекольного сока ну или просто съедаете салат свеклы и если все с кишечником в порядке то окрашивается кал моча не должна окрашиваться если окрашивается моча то есть проблема вот с этой тонкой кишечной проницаемости то есть это такой домашний тест который вы можете сделать потому что вот этот пигмент он по идее не проходит через белковый слой нормально работает слизистой да слизистой он не проходит а если проходит естественно идет также и в почки фильтруются почками и уже матча окрашивается тоже в красноватый цвет насколько приятно слушать грамотного доктора врача до доктора да правильно но врача кто поймет просто дело в том что вот как бы казалось вот один доктор и вроде учился медицинской а вот есть другой доктора до белорус на кого я сделаю скоро это называется он докладали для разбора полетов но потому что он же с таким важным видом он говорит так что вроде люди сказать ну я то скажу я объясню что он сказал на самом деле вот и вот пройдет казалось бы учились в одном меданинституте одному и тому же вроде учились таскать ну там может быть в преподавателях разница еще в чем-то по сути те же учебники то все тоже и вот так сказать вот как сказать не то неправильно сказать диаметрально потому что мне нет не мнение с одной стороны даются вот как бы знание картины мира как она есть вообще просто при прикоснулся к этому дыскать не задницы повернулся другой повернулся задницей но передом в учебник он передом учебник а задницы к природе встал и поэтому пендель то получит в любом случае но так сказать вот это уже вопрос когда жалко что только вместе с ним пендель получит тысячи тех людей кто вот да успокоиться есть будет дальше сосиски продолжают пичкать себя но я под сосисками имею вообще не надо просто это такой образ хороший а вот эта тема обуславливает на самом деле огромный спектр заболеваний просто колоссальный а еще вот по поводу аутоиммунных это вот как раз вы тоже про это называли клеточная мимикрия то есть когда фенотипически там чужеродный белок похож на структуру на белка нашего организма например казин как вот астрахиумберганцы да и есть только да есть разные белки которые похожи на фенотипически на клетки бронхов то же самое аутоиммунный этот астма и бронхит да конечно конечно да диабет первый тип все правильно ну это когда для это диабет первое теперь вот поэтому но он лечится все то сказать а и никогда не будет ничего так него не вылечит если он просто не 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 изменит предпосылки то есть не изменит те факторы не уберет их из жизни которые привели его к тому и поэтому а люди еще больше белка врачи там и творога молока и пи это причем тут вот мы те сейчас гормонами заколем и по жизни инвалид ну да так и есть а восстановить этот процесс это естественно ну во первых нужно решить проблему с печенью потому что они однозначно есть однозначно когда это желчь идет правильно чистое нормально то с кишечником ну в ряд здоровых проблем до проростки таскать да и минеральный составляющий мне кажется вот фокус после раз очень это это все же к ты и и не только он ну чё же говорите да это скачитает там вообще гормона первое что летят это гормоны вообще когда не хватает минералов многих этого коряш да это я просто уже вот знаю но проверено вот как это все происходит и это первая беда поэтому не на первые жкт это вообще защитные дни в некоторых это вот просто вот сразу изменения а потом и так поэтому кого там язвы гастрит и раздевает какой-то матопить и вплоть до там вот любых проблем с кожей конечно это печень это лимфа лимфа лимфатических и лимфа будет лучше работать но лимфа там на конечно еще насколько я знаю что чисто вот в слизистый слой помогает восстановить всякие хитиновые хитозаны на зановые гели он как раз таки создает вот эту почву для восстановления слизистого слоя для всех слизистых поэтому тоже как вариант восстановления тонкой кишечной проходимости но и проницаемости также хитиновые хитозаны вот такая интересная тема и давайте тогда друзья мы на такой до интересной ноте с вами попрощаемся вот спасибо что за нами следили весь день сегодня столько часов мы провели с вами поэтому до свидания до новых включений все друзья посмотрите записи до свидания до свидания пока пока